В Верхней Волжье волонтёры и спасатели теперь будут работать сообща. Директор добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова и начальник главного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян подписали соответствующее соглашение о совместной работе. Как считают инициаторы, этот документ поможет сократить дистанцию между теми, кто нуждается в помощи, и теми, кто готов её оказать. Сотрудничество между спасателями и волонтёрами существует уже давно, а теперь оно закреплено документально. То, что сотрудники МЧС и добровольцы – это один слаженный механизм, который может плодотворно работать на благо людей, доказала пандемия. В прошлом году более 40 тысяч жителей Верхнего уже в трудножизненной ситуации получили адресную помощь, продукты и предметы первой необходимости. Сотрудники МЧС, в свою очередь, помогали доставлять эти наборы по отдалённым районам области. А новые соглашения подразумевают также взаимодействие волонтёров и спасателей и расширяют сферу деятельности. Оказание помощи старшим людям, помощь в каких-то адресных моментах, связанных, может быть, с информированием нас. Случаются ситуации, когда погорельцы потом к нам в фонд обращаются. Мне кажется, мы здесь можем сократить дистанцию, чтобы мы узнавали о беде своевременно. Коллеги первыми о ней узнают и реагируют. Ну а мы тут были бы тоже рядом, чтобы оказать эту помощь людям в экстренном формате. Это также и помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий и катастроф. Особое внимание просветительской деятельности и патриотическому воспитанию детей и молодёжи. В 2020 году сотрудники МЧС присоединились к благотворительному марафону тверских добровольцев «Забота рядом» и вместе с волонтёрами приняли участие в доставке продуктовых наборов жителям региона. Прежде всего пожилым людям в вынужденной изоляции. Оказать помощь людям – это наша прямая обязанность и главная задача, приоритет. Поэтому мы этим занимаемся и будем заниматься. И будем заниматься качественно. И люди должны знать, что мы всегда придём на помощь и выполним все их просьбы. Планируется, что сотрудничество добровольцев и спасателей будет более активным в связи с развитием сети волонтёрских центров, которые создаются по инициативе Юлии Сарановой в муниципальных образованиях Верхневолжья. Продолжение следует...